Нестете, пораскалейный, на жаль, поляцы, продукуем и континуем. Тут в Швеции политики альведонскошчи, альведон, лек на спокой, а в Польце продукуем апопноцкошч, а апопноц, лек на спокой, в политике и в истории своей, континуем, а найглубней в идеологии, навык в религии, чтобы ксенды не имели своих родин крещенских, чтобы сполченство польское не мяло с кого брать пример, чтобы быть крещенским родином. Ну, хорошо. Сенс в том, что... Что-то есть или пить. Они говорят, что на второй день они достанут. И это так трвало три года. Натурально. Умирали. Дети умирали. Старшие тоже. Сенс в том, что меньшество и меньшеничество это очень красивая вещь, когда это меньшество и меньшеничество в Польше, в Украине были где? Они используются этот усилик, эти силы, эта кровь, эти смерти, они на праве идут. На праве чего? В борьбе, так? А в Польше на что выдается меньшеничество? През какую идеологию то меньшеничество вчискают? Власне же. През идеологию целковитого ciąгу кленкающегося. Президентом. На то, что сейчас выдают дела, те, которые например выступают, не дооглядал до конца, здесь полного программы, у хорошего редактора Гена Поспешальского. Там сидит в себе такой шатан сутана, залезский снова. И разом с кем? Разом с сибиряками. Сибиряками, которые упоминаем, как над ними зненцался жонд який? Советский, так? В котором 98% в зажонде были кто? Национально жидовские, так? Ну, и не только, ну, в большинстве. Так оповидаем росыские бадачи антипутиновские. Власне же. Вот это говорим целый, целый час. Бо сами росыские, русские националищи против путиновского режима. Такие rzeczyвестности сейчас в России. Такие парадоксы. Алисон, и крюцы. Сидит в себе такой залезский шатана сутана. С такой, полностью не знаной в Польше, с правой, как вчелание приносового молодых хлопцев до армии червоны. Зазначкин Волонь 43. З того момента, когда поляцы не забили. Стефана Бандера. Который вышел из więзения. Когда в 1939 году немцы заели. Заели! Польске. А Польска могла бороться, но не бороться. Это уже иное вопрос. Заели Польске. З тамого года, по 1942 или какого-то года. Не было забитого поляка. Этничного, будь какого-то. Из рук украинских националистов. Не было. Хотя они, Бандеровцы, имели штаб-квартеры в Кракове. И не было забитого поляка. Как это может быть? А в 1943 году, в 2004 году началась речь волынская речь волынская. И он сидит этим значком. Шатана Сутана. Псевдо. Ксюнд Залеский. Профессор. Такой. Власне, что кламца. И власне, что тема сейчас не в Волыне никакого. Бо Волынь начался с тематом украинцев. През то, что Стефан Бандера огласил неподлеглость Украины. Зато стал увязнен с Аксенхаузом. Вязнене в хитлеровском обои. И потом начался по тем вязнене. Бо Хитлер думал, что он уже поконал всех. Ему уже не нужно. Жадные умывания с националистами украинскими. Так само, как и Геринг встретил себя с Мосчицким. То уже теж насрал на то все. И заел Польске. И уже мы шляли. Украинцы уже не нужны. Как первыми везти до Львова и так далее. И он их усунул. И начал мордовать разом с кем? Ну, власне же, украинцы полицаи, которые были на службе у хитлеровцев. Они очекли одразу, как только началась эта война. Учекли в лес. Как только началась эта речь на украинцах. И место этих полицаи украинских заели кто? Ну, мы говорим, что фальс-дойцы. Так. Но тут полицы были. Нестете. Заели место украинцев. И начали разом с немцами. Даже сами не потратили. Заели. Это место. Гранатовая дивизия. И начали вынижать палец в стадулах украинцев. И потом что? Жесть Волинская. Ответ на ответ. Ответы. Потом снова ответы на ответы. И решта, решта. О том шатана сутана не говорит. О том еще не говорит еще. Потому что, чтобы продолжить в Польше. Не меньшинство борьбы. А меньшинство только. Вы только вдумайтесь. Вмышляйтесь. Вмышляйтесь. Меньшинство. Клинкание. Чонгуэго. И оплакивание. Треба оплакивать. Ладно. Но не для того, чтобы оплакивать. Знову оплакивать. А потом вставить на коляны. И клинкать. Прежде чем? Прежде чем? Для этого нужно меньшинство. И оплакивание. Чтобы бороться. Тем, кто огласил войну. Для Польской. А как это? Забить 96 лучших людей. В Смоленске. В 2010 году. То, что не оглашение войны. Для Польской. Так. Отварче. Для Комаровского. Тузка. Копач. И решта. Жадная война. Для них это влада. А для тех. Кто сгинели. А для националистов. Польских. Которые. Не альведоны. Не апопноцы. То оглашение войны. И война. Терас трва. И она не скончена. А че. Правака тоже. Мензы. Братских. Народов. Украины. И польски. Жежи. Распамятывания. Нашувания. Ёдно. Другие. Значи. У него то. Вище. То таки. До. Глосу. Запрашаем. Що. Ким. Нормальным чловекем. Яным поспешальским. Поцу. Люб. Человек. Троки. На тыле. Заглупий. Люб. То еще раз. Заглупий. Я не вижу же. Поспешальский. Я бы его не смотрел. Был бы не патриотом. Польский. Не верю в то. Он есть патриотом. Польский. Але на тыле глупая та политика. Ваще же. Курды. Борусевич. Эгейнст. Причев. Яцка Курскего. Остатний. Я видел. Он. Я был за Яцка Курскего. Хоча он там. Говно плентал. Плентал. Причев Майдану. Украинского. Что ж там. Бебе. Курды. Коза. Какаясь там. Пепшила. Те гноя. На Украинцах. Вальчонцых. А сам проваджи политики. Там. Клинкаюнцы. Го. Ще. Апопноцнего. Чего. Ну. Мэншеництва. Мэншенства. Апопноцнего. Не для вальки. А для апопноц. Для заспакаяния. Для. Такего. Бэ. Клинкостояния. То народу. Народу. Польскему. Вогуле. Непотшебне. И не. Ненужно. Ну и нарешті. Поляцы. Выбрали. Не. Там. Блонском. Кидибе. Кидабе. А выбрали. Анджея Дуде. И нормальных. Националистов. Польский. Польский. Допровадзе. Для. До пањства. Працтале. Такий. Єден. Пшклад. Гди. Мене. Невежите. то можете верить кольору паинства польского, не альведоном, не апопноцным недополитикам, а только Анне Валентинович, которая говорила, которая, ну, в своей жизни говорила о профессоре, о таким профессором, тем Залесским, что это Комуховский шпионцы, Комуховский, потому что он в самые острые часы борьбы, в солидарности, он говорил, и намазал солидарностей до не борьбы, он говорил, что не нужно подскакивать к Комухам, не нужно их, что делать им, к Комухам, не нужно их провокировать, потому что, может быть, как бы, невинная кровь через ваши провокации, почему это, почему это, почему эта борьба, поляцы, так? И такие люди сейчас, когда не по борьбе, в 1939 году была занята, занята через фасистов в Польске, потом вымортирована, потом, когда начала вся эта борьба, и уже она не могла быть такой борьбой, как было Повстание Варшавское, и еще больше была замортирована эта Польская, знищена Варшава, практически 100%, там, где нужна борьба, она, ее нет, потому что есть такие профессоры Рижки-Залески, когда нужно поднять борьбу, когда навалят, когда фашисты вторгаются в неподлеглое, истиняющее правительство Суверенное Польское в 1939 году. Борьбы нет. Когда нужно поднять борьбу с солидарностью, борьбы нет. Потому что есть такие профессоры Залески, которые говорят, что не надо бороться, не надо кого-то провокировать. О, курды. Потому что они думают, эти профессоры, о своей дупе, чтобы потом работать на путиновский, тем самым кремлевский ранд. И провокировать украинцев на поляков, и на обратно, поляков на украинцев. Прямо провокировать пограды, вспоминять эти ошибки, через которые поляки оказались в Сибири. Через что поляки, обыдатели ни в чем не виновные оказались в Сибири. Через неволки за ряду, который рассказывает, поляков, залезает, и обоеме, должен бороться, неоздольность, неоздольность, альвыдоскость и апопноцкость, а не жадное меньшинство, меньшинство. Могли бороться не 17 дней, когда русские вошли, коммунистические, атеистические, и говорили, что уже полской армии нет, она уже запердаля до Венгров. Когда генерал Курцепа говорит, что я могу удержать в дупы Хитлера. Нет, не делается это. Когда целый мир говорит, что нужно в солидарности поднять, поднять борьбу. Борьбы нет, правда. Потому что есть такие профессоры залезки, которые желают и радуют членам солидарности не бороться, а только кричать. А тогда, когда нужно в 1944 году в Повстане Варшавском бороться не так, как бороться в Польске, за что была уничтожена Варшава целая, уничтожена и огромное вымердованы обычных обладателей людей. Потому что не так нужно бороться по-другому в целом. Тогда эта борьба была бы структурная. Но это особенный темат. Так что поляцы почти на своих идеологов, на что они сдольны, чем они занимаются, или они форсы имеют, и что они вам в мозг вас всадзают. И на или это важно то, что они всадзают в ваш мозг. Нестой. Прошу барзе лепей 10 раз поличуть, сделать вымер тем бзнетам, которые пропонуем тации залезки, тации рушны, инны, жарыны, были яком. Прошу барзе лепейцы не с теми и наоборот. Прошу барзе лепейцы, с кем нужно бороться, с оккупантами нужно бороться. Прошу барзе лепейцы, с оккупантами нужно бороться с националистами украинскими. Прошу барзе лепейцы не пропонуем тации залезки. Прошу барзе лепейцы не пропонуем таза лепейцы в уголе. Поэтому целый час мыслить своим мозгом, который еще остался в краю, по крайней мере. Потому что в Швеции очень мало польского мозга, как такого, националистического. Тут уже о Швеции, Швеции, в Норвегии с Норвеги, еще какие-то Швеции, вкруто, они принимают засады того самого идиотызма левецкого, в котором они находятся, у них не было и не было правее, не было национализма своего, польского, только клянкание, клянкающаяся идеология, клянкающаяся мащенство для клянкания. И так. А когда нужно поднять борьбу, они по кршакам, по буржанам ховаются и сидят там, чихо, выбирают Тусков, тут. Просто о таке жище, нистете, поляцы. Затем нужно тоже какую-то борьбу в душу, в мозгу, в идеологию свою поднести. И эта борьба должна быть на христианских засадах, а не были каких-то. Бо малюткий прикладчик. Бо на тот темат малюткий прикладчик пару дней тому еду на роверку вечером, уже там, под замкненьшим склепом, хипермаркетчик какой-то в Швеции. Ядам и видят, что с самохода кто-то вырвется кубки, кубочки пластиковые. Под кава, какие-то хребаты, какие-то губы. Вырвутся на паркингу самоходовом. Я, курды, объезжам, ядам и посмотреть, кто-то вырвется. Ну, мысль, что-то швед, что-то как-то мэнда, не культуровая. А то, что-то, как мои два тважи. Есть такие два араба, курды. Такие, как я, два. Такие грубые два. Так, тлустые. И одно, два, три вырвутся кубочки, курды, споткалы. Попросто на паркинг, тут оба склепа стоим. С такими рыми, бжиткими, курды, сядем и вырвуцаем тут. Я еду так осознанно на них, пачу, так. Нахмурился, пачу. А они на меня же, что ты там пачешь? Ты там, кто-то там едешь. Ну, может, зашли до меня, приезжали. Что ты там пачешь? А что ты там, кто-то там сделал? Я, ну, такой вкушенный. Уже объясняю, кто-то поляц, где кому-то еще, курды. Ну, как можно прийти этих, курды, тут? И, ну, верцы. Которые не вписываемся в жадные пояснения культуры, не то, что там крестьянские. Попросто, ну, культуры чистости. И, и, апропросто, и, апропросто за мужинами, я этого не обсервывал, не наблюдал, чтобы так мужины еще заховывали. Только арабовы. Ну, или я, так, нотовал себе, смотря на то все, на то так больше арабы на то сдольны. Нестой, не все, все нормально. Но их не аж так за много. Всегда, родом, то не мужины арабовы. Тут, приятнее, в Швеции. И я так помыслил, ДОБЖИ, ПОЛЯЦИ! Не впустили. Я еще мыслю, ну, хочу быть там что-то там для очей. Там пустили, чтобы замылить очи. Очи унии европейские, впустить там пару тысяч. Какие пару тысяч? Ну, даже, ну, если бы эмигрантов реальных, которые от войны избежали. А набрали, были кого-то, которые зашмечают, я уже больше о культуре христианской, и уже о том элеватстве. Зашмечают просто шмитник родом. С чистости и с культурой этой нации тут в Швеции. И так будет с каждым краем, в который они вдрапываются. Так что Поляцы с тем, с тем политикой, на это я вижу, хорошо делают, что те народы, которые не вписывают себя в культуру христианскую, они не могут быть такими, как те, которые зашмечают эту культуру. Ну, просто такие-то дела, Поляцы, на сегодняшний день. Субтитры создавал DimaTorzok